Наша встреча проходит в стенах Гостеприимного Института Научной Информации по Общественным Наукам Российской Академии Наук. Всего лишь пару недель назад здесь проходил форум историков России и Беларуси. Мне посчастливилось в нем участвовать. Я был по-настоящему рад такой очень глубокой и плодотворной дискуссии историков наших двух стран, нашего союзного государства России и Беларуси. Ну и, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить и правительство Российской Федерации за комплексное восстановление и оснащение этой по-настоящему замечательной площадки. Я уверен, что ИНИОН Российской Академии Наук, как и прежде, будет влиятельным центром гуманитарных знаний и передовых обществоведческих исследований. По давней традиции все общие собрания российско-исторического общества открываются обсуждением значимых исторических тем, как правило, приуроченных к юбилейным датам. На этот раз предлагаю уделить внимание... Звука нет. Звука нет. Есть. Звук есть. Я продолжаю, коллеги. На этот раз предлагаю уделить внимание 80-летию коренного перелома Великой Отечественной войне. Годовщины великих побед в Сталинградской и Курской битвах, каждая из которых начиналась с оборонительного этапа и завершалась полным разгромом противника, во многом перекликаются с героическими усилиями российской армии, ополченцев и добровольцев, сдерживающих сегодня так называемое контрнаступление в ССУ, в Приазове и на Донбассе. Хотя, думаю, правильнее было бы говорить о том, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются военнослужащие Украины. Не вычеркнуть из истории Великой Отечественной войны и страшную трагедию гитлеровской оккупации, обернувшейся полномасштабным геноцидом советского народа. Хорошо помню, как в 2020 году мы, члены Российского исторического общества, президиум Российского исторического общества, вместе с Владимиром Ростиславовичем Мединским, специально встретились в нашем доме, в доме Рио, чтобы выдвинуть совместное предложение о возведении мемориального комплекса мирным советским гражданам, ставшим жертвами нацистских карателей в годы Великой Отечественной войны. На прошлой неделе мне удалось побывать в Гатчинском районе Ленинградской области на строительной площадке мемориала. Работу там организует Российское военно-историческое общество, ведутся работы силами военных строителей, причем ведутся качественно и быстро, и огромную действенную помощь оказывает правительство Ленинградской области. Я, пользуясь случаем, благодарю губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко и его коллег за эту большую работу. Рассчитываю, что новый мемориал будет открыт уже к концу этого года в преддверии большого юбилея 80-летия полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Уважаемые коллеги, через полгода нам предстоит отпраздновать и 300-летие Российской Академии Наук. Профильные академические институты принимают самое деятельное участие в работе Российского исторического общества. В тесной координации с РИО ими реализуются масштабные научно-исследовательские проекты, отвечающие на самые актуальные запросы со стороны государства и общества. Здесь можно вспомнить и организацию масштабных спасательных археологических работ в рамках возведения крупных инфраструктурных объектов, и двухтомную историю Крыма, и трехтомную историю Севастополя. А работа над многотомной историей России продолжается, и я уверен, что она будет завершена в надлежащие сроки. Я думаю, что предстоящий юбилей мог бы стать поводом для выстраивания такого взаимодействия на постоянной и системной основе. Попрошу вице-президента Российской Академии Наук академика Николая Андреевича Макарова в своем выступлении подробнее на этом остановиться. Приоритетное место в повестке общества, безусловно, будет отведено предстоящей годовщине русской весны и десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Вовлечение историков Новороссии в реализацию общероссийских исследовательских и просветительских проектов придает новый импульс развитию отечественной исторической науки. Активную работу ведет созданная по инициативе Рио межмузейная группа. На основе собранного ее участниками материала по всей стране проводятся востребованные выставки из цикла «Обыкновенный нацизм». Силами членов общества в прошлом году было оказано содействие Мариупольскому краеведческому музею, обновлена экспозиция Луганского краеведческого музея, а благодаря личной поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина стартовала передача заповедника «Каменная могила» в Запорожской области федеральному музею Херсонес-Таврический на правах филиала. Рассчитываю, что обобщить этот опыт и обменяться успешными практиками позволит первый форум музейных работников Новороссии, который пройдет под эгидой Рио весной следующего года. Не менее успешно развивается и международное сотрудничество историков, крайне востребованное в период перехода к новому многополярному миропорядку. Продуктивное обсуждение исторических предпосылок формирования современной системы международных отношений укрепляет наш диалог с партнерами из Китайской Академии общественных наук. Рассчитываем на конструктивное общение с зарубежными учеными и на площадке предстоящего форума «Россия-Африка» и в рамках традиционной конференции Российского исторического общества на Восточном экономическом форуме. Серьезные достижения есть и в сфере развития высшего исторического образования. Всем присутствующим хорошо известна новая концепция преподавания курса «История России» на неисторических специальностях и направлениях подготовки. Работа по ее внедрению продолжается, и уже с 1 сентября каждый, кто получает высшее образование в России, будет осваивать курс отечественной истории в большем объеме и на более высоком качественном уровне. Я полагаю, что Константин Ильич Могилевский, командированный нами Российским историческим обществом в Министерство науки и высшего образования в своем выступлении расскажет и о других направлениях сотрудничества Российского исторического общества и Министерства. Отрадно, что из года в год нашему обществу удается расширять масштабы своей работы. Многие члены РИО реализуют собственные проекты, проводят конференции и круглые столы, организуют выставки и снимают документальные фильмы, издают качественную научно-просветительскую литературу. Активность региональных отделений общества тоже растет. Сегодня в повестке общего собрания вновь стоит вопрос о создании сразу нескольких новых региональных представительств. Все это, как мне кажется, наглядно свидетельствует о том, что запрос наших граждан на качественное историческое просвещение по-прежнему очень велик, а усилия российского исторического общества будут востребованы и сегодня, и в обозримой перспективе. Я благодарю вас за внимание и передаю слово Юрию Александровичу Петрову, директору Института Российской Истории Российской Академии Наук. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, в канун дня нашей национальной скорби, 22 июня, конечно, будет уместно вспомнить о тех датах, которые ожидают нас в будущем году в связи с событиями 80-летней давности. И несколько слов об этом я хотел бы и сказать. Прежде всего, конечно же, мы никуда не можем уйти от даты 85 лет начала Второй мировой войны. Она, безусловно, окажется в центре внимания историков и политиков. И в прежние времена эта тема становилась объектом антироссийских фальсификаций, а сейчас она, я думаю, приобретет дополнительную остроту в условиях современной внешнеполитической ситуации и нападок на Россию в связи со специальной военной операцией. Неизбежно будут звучать обвинения Советского Союза в равной ответственности с Гитлером за развязание войны. В центре внимания окажется, опять-таки, пакт Риббентропа-Молотова, зимняя война с Финляндией, присоединение к СССР, при Балтике, западных регионах Украины и Белоруссии. Конечно же, в западном дискурсе Польша будет представляться исключительно как жертва агрессора Гитлера и Сталина. Наша задача, задача российского исторического общества, в связи с этим, я думаю, заключается в том, чтобы поддержать исследовательские, издательские проекты, раскрывающие объективно, с научных позиций, те проблемы, которые связаны с началом войны, а также продумать формы донесения результатов наших проектов до широкой аудитории. Нужны, конечно же, и выставки, нужны фильмы, нужны публикации документов. Вот все это в связи с этой датой, мне кажется, будет совершенно необходимо. Ну и, конечно же, будут неизбежные аналогии с современной специальной военной операцией. Например, один пример приведу. До сих пор только узкий круг специалистов знает о значительных масштабах помощи западных стран Финляндии во время так называемой Зимней войны с Советским Союзом, о воевавших против нас тысячах, так называемых, добровольцев, о военно-технической помощи западных стран Финляндии. Например, в финской армии вообще не было авиации своих летчиков, и эти вопросы решались за счет поставки иностранных самолетов, которыми управляли иностранные же летчики. Одна из важнейших дат будущего года – это, конечно, 80-летие полного освобождения Ленинграда от блокады, которая продолжалась 872 дня. И этот день, 27 января, стал у нас уже днем, давно стал днем воинской славы в России. Работа по встрече этого юбилея уже проводится в нашем российском историческом обществе, в том числе. Есть Тюркомитет празднования, уже проведено несколько конференций, посвященных этой теме. Запланировано на начало будущего года и заседание Научного совета Российской Академии наук по истории Великой Отечественной войны. Конечно же, главная площадка этого юбилея – это Санкт-Петербург, не только потому, что блокада – трагическая часть истории этого города, но и потому, что именно петербургские историки, архивисты, музейщики давно и успешно занимаются изучением разных аспектов истории блокады. В том числе публикуются уникальные архивные документы, письма и дневники блокадников. Развернута в Петербурге и большая выставочная работа, рассказывающая о подвиге ленинградца. Восьмидесятилетие полного освобождения Ленинграда от блокады – это повод поговорить о всех этапах этой блокады, о героизме жителей и бойцов Красной Армии, об ответственности не только Германии и Финляндии, но и других союзников Гитлера. Напомню, что в блокаде в разные периоды участвовали воинские подразделения Бельгии, Франции, Голландии, Норвегии, Италии, Испании. Именно они помогали немецким фашистам блокировать город и устроить в нем небывалый по масштабам массовый геноцид гражданского населения. Одна из ключевых дат будущего года – это 80-летие освобождения Крыма и Севастополя, которое произошло в результате крымской наступательной операции Красной Армии, завершившейся 12 мая 1944 года. Крымский полуостров, который обороняли немецкие и румынские войска, в весной 1944 году всего за один месяц был очищен от врага. При этом самые длительные и ожесточенные сражения происходили на подступах к Севастополю, а остальная территория была освобождена быстро. Это стало результатом тщательной подготовки советского наступления и возросшего в боевое искусство Красной Армии. Я напомню, что пару лет назад Институт российской истории при поддержке Российского исторического общества реализовал научный проект об освобождении Крыма и Севастополя, основанный на материалах так называемой комиссии МИНСА. Это коллекция стенограмм, бесед с военнослужащими, и эта коллекция отложилась в научном архиве нашего института. Была выпущена книга под названием «Здесь кровью полит каждый метр», рассказов участников освобождения Крыма, который получил много положительных отзывов. Мы видим и дальнейшие перспективы освоения этой темы. Надеемся, что такого рода проекты появятся в будущем году, и среди них наш институт при поддержке вновь исторического общества намерен выпустить уникальный сборник документов о героической обороне Севастополя 1941-1942 годов. Наконец, 80-летие начала освобождения Красной Армии стран Европы – это тоже дата, которая у нас вошла в наш перечень приоритетных дат и, безусловно, заслуживает нашего самого пристального внимания. Красная Армия освободила ведь и в ходе этого процесса восточную часть Германии, Польшу, Румынию, Венгрию, Болгарию, Австрию, Югославию, Чехословакию. В связи с юбилеем предстоит нам осветить крайне важный и сложный круг проблем, являющийся ныне объектом фальсификации. В частности, отрицается освободительный характер миссии Красной Армии в Европе. Акценты смещаются в сторону так называемой оккупации ее советскими войсками. Советского солдата пытаются представить жестоким насильником, а не освободителем от нацизма. Не любят сейчас вспоминать, что вместе с нами в составе Красной Армии воевали и поляки, войско польское, и чехи, и словаки в лице Чехословакского корпуса. Научные проекты нашего общества в связи с 80-летним началом освобождения Европы от нацизма, мне кажется, будут иметь важное значение для борьбы с намеренным искажением прошлого и для выявления малоизвестных дискуссионных аспектов этой темы. Мы не забываем и деяния наших союзников во время войны. 80 лет будет отмечаться в июне 2024 года высадки англо-американских войск в Нормандии, которая стала открытием так называемого Второго фронта. Думаю, что наши проекты должны раскрыть объективную картину обстоятельств открытия этого фронта в Европе, позицию Советского Союза, других держав антигитлеровской коалиции, рули Второго фронта в завершении войны в Европе и множество других. Тема, конечно, в настоящее время крайне политизирована. Запад пытается забыть о сотрудничестве с нами в борьбе против нацизма или представить свой Второй фронт как главную силу на завершающем этапе войны, принизив тем самым решающую роль Красной армии в победе над фашизмом. Высадка от десанта союзников в Нормандии широко отмечается в последние годы западными странами, но представители России уже давно не приглашают на эти торжества, забыв о нашем союзе в годы войны. А мы об этом не забываем. И эту дату высадки десанта в Нормандии мы, конечно же, в наших проектах отметим. Ну и, наконец, последнее, о чем бы я хотел сегодня сказать, это белорусская наступательная операция «Багратион» в июнь-август 44-го года. Одна из самых масштабных и важных наступательных операций Красной армии в ходе войны. В ней участвовали войска четырех фронтов. В результате они нанесли сокрушительное поражение вермахту и освободили всю территорию Белоруссии. Сергей Евгеньевич сегодня упомянул о Российско-Белорусском форуме историков, который прошел здесь пару недель назад. Я думаю, Сергей Евгеньевич, это будет хорошая тема для нашего дальнейшего научного сотрудничества с белорусскими коллегами. Думаю, что нужно будет провести совместную научную конференцию, посвященную этой дате, 80-летию операции «Багратион». Позвольте на этом завершить. Благодарю за внимание. Спасибо. Большое спасибо, Евгений Александрович. Я приглашаю к микрофону Николая Андреевича Макарова, вице-президента Российской академии наук, директора Института археологии Российской академии наук. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, очень приятно мы проводим собрание в этом зале, в обновленном ИНИОНе, в которой недавно была утверждена программа развития ИНИОНа, обновленного ИНИОНа. И одна из функций нового института – это, конечно, обеспечение научной коммуникации. И вот мы видим, что это здание используется по назначению, программа уже реализуется. Уважаемые коллеги, академическая историческая наука сегодня остается главным создателем фундаментального исторического знания, которое затем используется и в сфере исторического просвещения, и в учебной литературе, и в медиа, и в музейных экспозициях. Именно это фундаментальное знание – основной ресурс для формирования гражданского исторического самосознания нашей страны и для противодействия искаженным картинам прошлого. Современная ситуация предъявляет очень высокие требования к качеству исторических исследований и одновременно требует проведения исследований по очень широкой тематике, включая те направления, которые еще недавно казались недостаточно актуальными. Это и отдельные отрасли востоковедения, и истории Африки, и истории Латинской Америки. Отмечу, что все академические учреждения, отвечающие за эти направления, были сохранены, и в этом заслуга и Академии, и Министерства науки высшего образования. И сейчас у них есть возможность, так сказать, показать свою форму. Сейчас, значит, то, что та тематика, которой они занимаются, снова стоит на повестке, снова приобретает высокую актуальность. Один из юбилеев, который будет отмечаться в будущем году – 300-летие Российской Академии. И это действительно важный юбилей, поскольку это не только юбилей Академии как институции, как ведомства, сколько юбилей науки в нашей стране. И сколько бы мы ни пытались древнить историю науки, обращаясь к просветительским учреждениям и начинаниям 17-го, 16-го века, все серьезные историки понимают, что отсчет истории науки в России ведется от Петровской эпохи, и главным двигателем создания и развития Академии были, с одной стороны, запросы нового российского общества, которое сформировалось в Петровскую эпоху, запрос на новое знание, с другой стороны, запрос государства и того же общества на прикладные разработки, на практические знания, на то, что мы сегодня назвали бы технологическим суверенитетом. И Академия 300 лет отвечала на эти два запроса, обеспечивала и интеллектуальный рост, общий интеллектуальный рост страны и ее технологическое развитие. Поэтому 300-летие очень сложная, нелинейная история с многочисленными организационными преобразованиями, реорганизациями, созданием новой инфраструктуры науки, ее изменением. Это история научных исследований и история поиска оптимальных форм организации науки, что очень важно понимать, потому что формы организации науки должны соответствовать своему времени, и реформы 2013 года, о которой, конечно, много говорится и в обществе, и в академических кругах, далеко не первая реформа. И вот, так сказать, 300-летие – это как раз, значит, повод, так сказать, и то время, когда мы должны осознать вот всю сложность и нелинейность этого 300-летнего пути. История науки и история Академии не обойдены вниманием. В 2023 году открыта новая экспозиция в Кунсткамере, которая воссоздает первую Петровскую экспозицию. При поддержке Фонда История Отечества Санкт-Петербургским филиалом Архива Российской Академии Наук издана замечательная книга «Петр Великий. Основание Петербургской Академии. Документы и материалы». Фактически это вот такое фундаментальное объемное издание, которое раскрывает начальные страницы истории науки в Петровскую эпоху. Изданы материалы научных экспедиций XVIII века, в том числе знаменитые экспедиции Мессершмитта в Сибирь. Издана книга об Александринском дворце, в котором президиум Российской Академии размещается уже 90 лет. Очень много сделано для истории изучения атомного и космического проекта, и в этом большая заслуга Курчатовского института. Готовится фундаментальное издание Российской Академии Наук «300 лет истории», которая создается нашими двумя архивами, и планируется большая научная сессия, посвященная истории Академии в конце этого года. Но тема не исчерпана, и вот одна из задач – показать сложность истории преобразования, вклад ран в развитие страны на разных этапах. И в XIX веке, который нам менее известен, и формирование системы научных конститутов, которая очень малоисследованная страница истории науки XX века. Это события 30-х, 60-х годов. Они очень в малой степени раскрыты. Это большая тема становления нашей страны как великая научная держава, которая требует очень глубокого подхода. И я призвал бы всех, кому она интересна, активнее включаться в эту работу. И мы благодарим Российское историческое общество за то, что «300-летие Академии» включено в перечень важнейших дат. И другая дата, которую мы не должны обойти вниманием в будущем году – это тысячелетие Суздаля. По сути, это тысячелетие Северо-Восточной Руси, которая для осмысления истоков нашей национальной истории не менее важна, чем Киев и Новгород. Я не хотел бы переводить обсуждение вопроса в плоскость того, что важнее, какой центр важнее. Но понятно, что Северо-Восточная Русь-Суздаль – это важнейшая историческая точка. И прошлым летом Сергей Евгеньевич нашел время для короткой поездки в Суздаль и Владимир. Что, мне кажется, дало некоторый толчок в переводе этой даты и понимания этого места истории Суздаля из туристического центра, туристического места в такую точку большой истории. И, конечно, эта тема остается очень актуальна. Спасибо за ее поддержку. Уважаемые коллеги, год назад на общем собрании мы говорили о проблемах книгоиздания. За прошедшее время, с одной стороны, стала очевидна чревичайная острота этого вопроса, с другой стороны, наметились пути его решения через возрождение издательства «Наука». Я очень просил бы, чтобы вот это предложение о восстановлении научного книгоиздания, в том числе книгоиздания исторических материалов, исторических трудов, дело было давно до конца. И мне кажется, что издательство «Наука» – прекрасная, так сказать, прекрасная возможность найти те решения, которые возродят публикацию книг, в том числе и по исторической тематике. Спасибо. Спасибо, Николай Андреевич. Уважаемые коллеги, неоценимый вклад в работу российского исторического общества вносит, наверное, один из самых авторитетных российских историков, академик Александр Аганович Чубарьян, научный руководитель Института всеобщей истории Российской Академии наук. Александр Аганович, я попрошу вас... Спасибо, Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. Я думаю, что мы сегодня обсуждаем в числе прочих вопросов перечень дат, которые будут отмечаться в ближайшие два года. Я бы поддержал этот список, он очень широкий. И здесь уже говорили о двух наиболее важных датах. Это, конечно, даты, связанные с Великой Отечественной войной, трехсотлетием Академии наук и другие. Поэтому я бы предложил поддержать этот список, но, может быть, в конкретной работе определить нам более четко наши приоритеты. Среди этого большого списка, может быть, надо будет выделить десяток наиболее важных событий, которые мы должны отмечать. Я хотел бы второе сказать, что в прошедшее время Российское историческое общество активно участвовало в крупных проектах, о чем уже Сергей Венч говорил. И в этом смысле, я думаю, надо продолжать эту традицию. Значит, один такой крупный проект – это проект по истории колониализма. Он был сформулирован в поручении президента после встречи президента с историками 4 ноября прошлого года. И я хочу информировать, что ведется большая работа. Она координируется российским историческим обществом, участвует в разные научные институты, прежде всего, Институт Африки, Институт Российской Истории, Институт Востоковедения. И готовится целый ряд публикаций, связанные в частности с годом встречи с африканскими лидерами, которые будут саммит России-Африка в июле этого года в Санкт-Петербурге. Готовятся и материалы. И что я хочу отметить – роль Константина Ильича Могилевского, который под его руководством происходит инициирование большого проекта научного по линии Министерства с участием академических институтов по истории колониализма в целом. Это очень актуальная сейчас тема. На Западе есть такие шарахания, как говорят, из одной стороны в другую. Вышла недавно книга, черная книга колониализма о Франции. Этим он занимается в Великобритании и других странах. Поэтому наша задача стоит в том, чтобы представить современный взгляд на колониализм, на его происхождение, на его формы и на его последствия, и роль нашей страны, Советского Союза и России в антиколониальной борьбе, в преодолении и ликвидации колониальной системы. Очень важный здесь аспект еще и состоит в том, как наше сотрудничество по этому вопросу с нашими коллегами в странах СНГ, поскольку, не будем скрывать, в их учебниках период, когда они находились в составе Российской империи, называется колониальным. Поэтому очень важна нам разработка этого сюжета. Я думаю, что эта ближайшая наша задача будет реализована. Второй большой проект, в котором участвует российское историческое общество, связан с проблемами научной дипломатии. Это теперь достаточно активное и важное направление. И я бы сказал, что вот предстоящая в этом году большая конференция, которая будет в Владивостоке, дальневосточный отделение Российской Академии Наук это проводит. Я думаю, что Сергей Ильич упоминал о Восточном форуме. И вот это мероприятие, оно очень важно, мне кажется, надо его иметь в виду в плане наших связей на евразийском пространстве. Есть еще сюжеты, два сюжета, о которых я хотел сказать. Сейчас, может быть, неожиданно, может быть, это и, как говорится, мы могли этого ожидать. Идет попытки оправдания нацизма. И отсутствует критика нацистских проявлений. Замалчивается роль нацизма и нацистского пособников нацизма в годы Второй мировой войны, о чем очень подробно сейчас пишут и говорил президент наш недавно страны. Я думаю, что актуальность темы состоит в том, что идет попытка не только оправдания нацизма на роль украинских бандеровцев и других формирований, но, к сожалению, в это включаются и некоторые лидеры западных государств. Недавнее такое шокирующее заявление президента Чехии по этому вопросу. Я думаю, что мы должны внимательно изучать это дело. Это одна из тем, по которой мы сотрудничаем с нашими белорусскими коллегами. Вот через буквально завтра, послезавтра будет в Бресте опять большое заседание, посвященное памятной дате, скорбной дате начала войны, где тоже речь идет о сроке давности и о нацизме, о их преступлениях. Я думаю, эта тема должна оставаться у нас в нашем внимании российского исторического общества. Хотел бы проинформировать также, что я думаю, что мы должны активно участвовать в проекте, который был предложен и поддержан лично президентом, связанный с участием ученых в подготовке предложений по выработке нового миропорядка. Это серьезная работа, в ней участвуют очень тоже многие институты. Я хотел бы проинформировать, что в начале октября Институт всеобщей истории проводит очень большую международную конференцию по теме происхождения международно-политических систем, начиная с Фестфальской XVII века, Венской, XIX века, Версаль и Ялта-Поддам XX век, где будут рассмотрены и вопросы, связанные с опыта этих систем для современного формирования сегодняшнего современного миропорядка. Хотел бы проинформировать, что на этой конференции уже дали согласие приехать очень многие представители из азиатских, африканских стран. И не буду называть фамилии, чтобы не подставлять этих людей. Мы получили пять довольно известных историков из европейских, ведущих европейских стран, которые выразили готовность приехать на это заседание или, в крайнем случае, выступать в онлайне. Я думаю, что эта тема также должна быть в поле нашего внимания. Хотел бы обратить внимание и на нашу международную деятельность российского исторического общества. У нас сейчас, конечно, существенно вмещаются наши акценты на Евразию. И я думаю, в этом смысле Сергей Венчу упомянул связь с Академией общественного Китая. Но речь идет не только о Китае. Уже есть опыт и связи с Индией. И что очень важно, с африканскими странами, с Ближним Востоком. Я думаю, что надо продумать нам, может быть, в этом году в конце или в начале следующего провести большую международную встречу на эту тему о роли исторической науки, роли опыта истории для именно мирового порядка, но имея в виду с нашими коллегами в этих странах. И, наконец, последнее я хотел сказать, что по-прежнему наше внимание связано с СНГ, странами СНГ. Там предстоят целый ряд встреч. И, в частности, Николай Андреевич, я хотел вас проинформировать, что в начале октября будет очередная встреча директоров институтов стран СНГ. И по нашему предложению, по их полной поддержке, это будет 300 лет Российской Академии наук и роли Академии наук в становлении науки в этих странах. И они выразили пожелание, чтобы руководство нашей Академии приняло в этом участие. Я напишу официальное письмо на имя руководителя, президента и вице-президента в Академии. Но я думаю, что это важная дата. В целом, мне кажется, что выношенные сегодня вопросы очень актуальны и важны и на заседании. И их следует поддержать. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Аганович, за выступление. Приглашаю к микрофону Анатолия Васильевича Туркунова, сопредседателя Российского исторического общества, ректора Московского государственного института международных отношений. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, я развиваю темы, которые затронул Александр Аганович. Хотел бы сказать, что сегодня в условиях изменившейся геополитической ситуации, реализации наших национальных интересов, существенно возрастает интерес и внимание к востоковедению. И должен сказать, что при деятельном участии в Министерстве образования и науки сегодня на стадии завершающей находится разработка концепции подготовки востоковедов. Надо сказать, что немало копий сломали в ходе обсуждения этой концепции. Сейчас я в Питере с Петровским встречался, и договорились еще в Москве продолжить обсуждение, потому что хочется такую выверенную концепцию принять, которая была бы подспорьем для всех образовательных программ в области востоковедения. Но хотел бы сказать членам Российского исторического общества, конечно, огромное внимание в рамках этой концепции уделяется истории стран Востока, истории наших отношений со странами Востока. И это имеет сегодня исключительно важную практическую ценность, с учетом того, что и наши внешнеэкономические связи, да и политически, конечно, со странами Востока играют узловую роль, главную, существенную роль. Второе – это тема, связанная с новым мировым порядком и формированием его. Вот мне кажется, в этой связи очень важно нам и в рамках нашего исторического общества, и сообществ, которые существуют в разных регионах и университетах, вновь активно вернуться к вопросам истории дипломатии и работы российской, а затем советской дипломатии в кризисных ситуациях, в том числе, конечно же, в период Второй мировой войны. Надо сказать, что советская дипломатия сыграла очень большую роль в нашей общей победе. Конечно, вопросы решались на фронтах основные, но мог бы даже сейчас уже наставить несколько примеров и случаев, когда вклад российской советской дипломатии был очень существенным. Достаточно вспомнить посла Виноградова, который сумел доказать руководству советскому о том, что наступления со стороны Турции не будет. Хотя, в общем, очень многим рисковал, когда делал такое ответственное заявление, будучи вызванным в Кремль к Сталину. И советское руководство, и Сталин согласились, его мнение. В результате войска с южного направления были переброшены на направление западное, что сыграло весьма существенную роль в реализации тех военных операций, которые в то время проходили на Западе. Но это много примеров, это просто один из немногих. И в связи с этим мы приглашаем участников сегодняшнего собрания на конференцию 30 июня, которая будет проходить у нас ГИМОС, участием ученых Российской Академии наук, других вузов, посвященных опыту работы российской дипломатии в период Второй мировой войны, в период Великой Отечественной войны. Очень много сюжетов там будет затронуто. Я думаю, что это будет интересно. И, наконец, думаю, что немногие сумели ознакомиться с интересными результатами работы Института социологии по вопросам интереса исторического сознания россиян. Я просто хотел бы несколько назвать цифр и их обобщений Института. Но прежде всего это, конечно, понятная нам констатация, что историю в современном российском обществе интересуются многие, причем отечественной больше, чем зарубежной. И этот интерес связан во многом с высокой ролью исторического прошлого в консолидации населения, как на локальном, так и на страновом уровне. Так, по мнению каждого четвертого из опрошенных, опрос охватил несколько тысяч человек, историческое прошлое является фактором, в наибольшей степени объединяющим людей одной национальности и, по мнению каждого третьего, фактором, объединяющим граждан единой страны. Но вот откуда наши сограждане, мы с вами черпаем основную историческую информацию, это тоже весьма интересные цифры. Значит, основным источником информации являются исторические художественные фильмы и сериалы – 44%, исторические документальные фильмы – 40%, но это имеется преимущество, это не надо складывать, так сказать, по приоритетам, воспоминания и рассказы родных, близких, семейной истории – 32%, интернет-ресурсы, посвященные исторической тематике – 26%, исторические романы, художественная литература – 25%, музеи, турпоездки, экскурсии – 24%, я вот сейчас хотел бы ваше внимание на эту цифру обратить, школьные и вузовские учебники – 21%. Ну, дальше по нисходящей, но социологи также говорят, что несмотря на то, что в средней и высшей школе граждане изучают историю в течение достаточно длительного времени, но в школе не менее 7 лет, согласно проведенному опросу, вклад регулярного образования, формирования их взглядов на историю не так уж и велик. Из школьных и вузовских учебников исторические сведения черпает только каждый пятый. Предсказуемый среди молодежи 18-30 лет этот показатель несколько выше – 30%. Вот мы в свое время, в том числе в рамках РЕО, обсуждали вопрос о том, что важно было бы с учетом распространения компьютерных игр, внедрять исторический сюжет в эти компьютерные игры. Вот исследование социологов показало, что это компьютерные игры являются источником исторического знания только для 4%, хотя, по мнению социологов, заслуживает внимание предложение ряда экспертов перейти на игровые игры, в том числе с использованием цифровых игр для внедрения методов изучения исторического материала. Должен сказать, что это тоже примечательно, что отдавая должное экрану и книге, многие респонденты ценят другие способы прикосновения к прошлому. И прежде всего, воспоминания близких, семейные предания, архивы, бережно сохраняемые старинные вещи – 32%. И в этом смысле и «Бессмертный полк», и «Последний адрес» конечно играют огромную роль. Я думаю, что все по своим семьям знают, как готовятся к этому наши дети, внуки, фотографии эти вынимают из архивов и с удовольствием, с огромным вниманием и трогательно участвуют в этих походах. Ну и, наконец, не могу не сказать, что... Конечно, это общая тенденция. Ну, не хотелось бы нас сравнить с Америкой, но вы знаете, наверное, что опросы в США показали, что около 60% в большинстве штатов не могут ответить на вопрос, а с кем Америка во время Второй мировой войны-то воевала? У нас ситуация получше. У нас почти 80% дали совершенно правильный ответ. Но вместе с тем, если говорить об историческом памяти, историческом сознании, ну, уже уходя, так сказать, немножко вглубь, прошлого века в частности, да и этого тоже, прошлого, 20-го, цифра показывает, что, положим, опрашиваем, оказались не в состоянии идентифицировать освободителя крестьян императора Александра Второго, только 16% что-то о нем знает, крестителя Руси князя Владимира, 15%, и каждый седьмой не имеет представления о том, кем был Юрий Владимирович Андроп. То есть, конечно, работы много нам предстоит еще проделать, в том числе, вот сегодня на президиуме, это как раз очень серьезно и детально обсуждали, в части, касающейся привлекательных, интересных, доступных учебников и для школы, и для вузов. Спасибо. Антон Александрович, спасибо большое. Попрошу выступить Константина Ильича Елевского, заместителя министра науки и образования России, как я уже сказал в коротком вступлении, Российское историческое общество командировало Константина Ильича вот на этот высокий пост, причем это долгосрочная командировка, это не на месяц, не на год, так сказать, а побольше, но Константин Ильич успевает работать и на высоком посту заместителя, министра и как активный член президиума Российского исторического общества, причем зарплату получает одну, только в министерстве. Константин Ильич, пожалуйста. Спасибо, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, товарищи по российскому историческому обществу. Докладываю, что будучи, как сказал Сергей Евгеньевич, ровно полгода назад командирован вами министерство, я завершил внедрение, в целом освоил матчасть и приступил к интенсивному труду. В своем выступлении остановлюсь на вопросах исторического образования в университетах, затрону проблему организации исторической науки. В университеты приходят учиться люди, которые плохо знают историю. Анатолий Васильевич сказал об этом. В начале этого года Федеральным институтом оценки качества образования в ряде университетов в разных регионах России по нашей просьбе был проведен мониторинг остаточных знаний первокурсников, студентов неисторических специальностей, у которых в ВУЗе еще не было курса истории России. Из почти тысячи респондентов ни один студент не сумел набрать высших баллов, а средний балл участников тестирования оказался в три раза меньше максимально возможного. И мы с вами понимаем, что эти результаты принципиально не улучшались после того курса истории, который до настоящего времени читался в университетах. Министерство просвещения России вместе с нашими коллегами по нашему российскому историческому обществу, по военно-историческому обществу, прилагает колоссальные усилия для выправления этой ситуации. Минобранауки, в свою очередь, приняло следующие меры. С 1 сентября во всех российских ВУЗах курс истории России будет читаться в объеме не менее 144 часов, 80% из которых в научной форме обучения отводится на контактную работу преподавателей со студентами в аудиториях, то есть на лекции и семинары. Обсуждение вопроса о содержательном наполнении курса стартовало в октябре прошлого года на первом национальном форуме преподавателей истории России в Тобольске, состоявшемся по инициативе министра Валерия Николаевича Фалькова. Нам важно было, чтобы этот курс отражал современный взгляд исторической науки на историю нашей страны. Юрий Александрович Петров и коллектив историков из академических институтов и университетов разработали проект-концепции преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки, а впоследствии рассмотрели более 500 поступивших поправок. После этого концепция была утверждена на заседании экспертного совета Миноборнауки по развитию исторического образования. Мы ориентированы здесь не на процесс, а на результат. Концепция содержит минимум исторических знаний, которые, на наш взгляд, должен усвоить каждый человек, получающий в России высшее образование. Вузы вправе сами в пределах установленных рамок определять, как достичь этого результата. И мы с вами, конечно, понимаем, что роль учебника в университете второстепенна. Тем не менее, попросили коллег-историков подготовить в течение следующего учебного года типовые учебники истории России для основных областей знания. Кроме того, подготовлены методические рекомендации, типовая рабочая программа дисциплины для тех университетов, которые в такой помощи нуждаются. В каждом федеральном округе организованы курсы повышения квалификации преподавателя истории. Спрашивать, еще раз повторю, будем за результат. Будем проверять итоговые знания. Исходим из того, что курс поможет сформировать у молодых людей, вне зависимости от их будущей специальности, предметное чувство патриотизма, ответственности за судьбу России перед прошлыми и будущими поколениями, развить историческое сознание, то есть понимание истории как протяженного процесса, где предшествующие события в какой-то степени предопределяют последующие. Иностранным студентам, у которых у нас больше 350 тысяч, этот курс, конечно, поможет лучше понять нашу страну. Не менее важный вопрос связан с подготовкой профессиональных историков, востребованных в самых разных сферах. Будучи центром ответственности по укрупненной группе специальностей и направлении подготовки истории и археологии, Российское историческое общество вместе с Миноборнаукой России ежегодно влияет на определение общего количества бюджетных мест и на их распределение в региональном разрезе. В следующем учебном году контрольные цифры приема в рамках нашей УГСН увеличатся на 141, до 3500 в бакалавриате и до 1821 в магистратуре. Отмечу, что все предложения, переданные Российским историческим обществом, были учтены министерством в полном объеме. Кстати, интересные цифры информации к размышлению. Средний балл ЕГЭ у поступающих на исторические специальности по итогам прошлогодней приемной кампании немного вырос и превысил 78. А по всем специальностям, по всем остальным специальностям, средний балл был заметно ниже, 71 с небольшим. А по средней заработной плате после окончания университета среди наших направлений подготовки заметно лидирует документоведение и архивоведение. Думаю, уважаемый Андрей Николаевич, есть повод подумать об увеличении контрольных цифр приема конкретно по этому направлению. Ведь Росархив тоже является центром ответственности. Уважаемые коллеги, по инициативе Российского исторического общества активизировалась работа и в части поддержки университетских музеев. По итогам прошлого года Миноборнауки России заключила соглашение с 10 вузами об открытии на их базе новых музеев, а также выделила денежные средства на обновление и открытие музеев общим объемом 5 миллионов 900 тысяч рублей. Поддержку среди прочих получили и вузы-члены РИО, в частности Южный федеральный университет и Тверской государственный университет. Работая вместе с депутатами Государственной Думы над особым статусом музеев образовательных организаций, в целом же по 268 музеям научных и образовательных организаций подвеностных Миноборнауки, среди которых и Кунсткамера, и небольшие университетские музеи, общий объем годовых затрат составил 1 миллиард 259 миллионов рублей. Дорогие друзья, важнейшим приоритетом для нас остается поддержка вузов и научных организаций Новороссии. Благодарен Институту российской истории, Институту археологии, Российской академии наук, принявшим по просьбе Миноборнауки на соискательство нескольких молодых исследователей из новых регионов России. Добавлю, что многие вузы, особенно хочу отметить Южный федеральный университет, принимают участие в деятельности, созданной по инициативе РИО для работы в зоне СВО межмузейной группы. На площадках Курского и Вологодского государственных университетов проведены выставки, собранных группой материалов. Успешно развивается совместная работа и в рамках международных исторических школ. В конце апреля прошла школа в Северном Арктическом федеральном университете в Архангельске, а уже в сентябре иностранных студентов примет Новосибирский государственный университет. Поставленные российским историческим обществом другие вопросы также решаются. Пресловутая наукометрия. Публикации в иностранных журналах больше не являются критерием оценки качества работы для историков. У институтов есть право определить свои критерии и готовится список, мы условно называем его «белый список» журналов иностранных, российских, в которых публикации будут учитываться. Активно занимаемся решением вопроса о книгоиздании. Кстати говоря, именно по итогам визита председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина сюда, в НИОН, было дано поручение проработать вопрос о поддержке научного книгоиздания. Свой доклад Миноборнауки в правительство направило. Мы предложили операторам государства научного книгоиздания определить издательство наука и будем работать над тем, чтобы ученые могли издавать результаты своих трудов полноценно, как раньше. Отдельный вопрос, который будем еще обсуждать — соотношение электронных изданий и исполненных полиграфически. Завершая, уважаемые коллеги, хотел бы заверить, что Миноборнауки поддерживает предложения наших коллег, руководителей институтов гуманитарного профиля о более тесной координации научных исследований, проводимых соответствующими институтами Российской Академии Наук. Руководствуемся тезисом Сергея Евгеньевича о том, что государство не должно учить историков истории. Это бесполезно и контрпродуктивно. Нам хватило таких экспериментов десятилетия назад. Мы нуждаемся в объективных результатах исторических исследований. При этом очевидно, что непростой исторический момент, профессиональный долг историков, нравственный выбор всех нас — быть со своей стороной и своим народом, быть на стороне исторической правды. И не может быть никаких сомнений в том, что финансируемая государством историческая наука должна действовать только в интересах государства. Мы хотели бы формулировать эти интересы, то есть определять исследовательские приоритеты, опираясь в первую очередь на мнение профессионального сообщества. Я поддерживаю предложение об организации этой работы на площадке Российского исторического общества и был бы признателен, уважаемые коллеги, за соответствующие решения. Благодарю руководству общества за доверие, всех вас, уважаемые коллеги, за совместную работу в течение этих уже 11 лет. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Ильич, спасибо большое. Вы всего полгода на посту заместительного министра, а уже такие заметные и ощутимые изменения в отношении министерства к исторической науке и к историческому образованию. Вы там как бунтарь, так сказать, смотрите. Не обошьтесь. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, в предисловии я говорил о том, что активны в работу российского исторического общества и включились регионы Донбасса, Новороссии. Их, кстати, называют новыми регионами. Я не очень люблю этот термин. Я уверен в том, что жители этих регионов все предыдущие 30 лет ощущали себя частью России, а Россия всегда считала Донбасс, Новороссию частью большой исторической России. Я хочу пригласить к микрофону Артёма Владимировича Рубченко, директора Луганского краеведческого музея, председателя Совета отделения Российского исторического общества Луганской Народной Республики. Пожалуйста. Добрый день, Сергей Евгеньевич. Добрый день, коллеги. Очень приятно выступать в столь представительском обществе. Год назад как раз нас приняли в это российское историческое общество, и это для нас было очень почетно. Сегодня я просто хотел немножко озвучить некоторые, ну, как мне кажется, заметные мероприятия, которые нам удалось провести за это время. Хочу отметить, во-первых, это историко-культурный стандарт, то есть история родного края, которая имеет свою краеведческую специфику в каждом регионе. Вот на базе истории Луганской Народной Республики мы вместе с помощью российских наших коллег-историков этот стандарт сформировали, и он готов, в общем-то, в дальнейшем, чтобы на базе этого стандарта был написан уже учебник для помощи преподавателям в изучении краеведения. Также хочу отметить, это конкурс эссе, который был посвящен 80-летию организации «Молодая гвардия». И как раз финальное мероприятие прошло у нас в Луганске. Как раз Константин Ильич присутствовал. Суть какая? Дети, которые писали про «Молодую гвардию», финалисты этого конкурса, приехали к нам в Луганск и смогли посетить те места, которые описываются в этой истории, в музее «Молодой гвардии», на этих памятных местах, на месте гибели. Тем более, сейчас там у нас монумент, который посвящен «Молодой гвардии», был отреставрирован в прошлом году. И я считаю, что это при общении к истории было очень весомым мероприятием. Были также выезды историков с лекциями, в частности, Мелитопольский университет, в котором активно принимало участие Российское историческое общество. Про музеи была проведена большая масштабная реэкспозиция в Луганском краеведческом музее. Сергей Винч об этом упомянул. То есть у нас был зал, который был поврежден в ходе обстрела в 2014 году. И вот на базе старой экспозиции была построена новая, которая, начиная от 70-х годов, рассказывает историю края и завершается уже 2022 годом проведением референдума, началом специальной военной операции. Ну и, соответственно, там же и большой кусок истории Луганской Народной Республики. И вот как раз вещи для вот этой экспозиции собирала межмузейная рабочая группа, которая начала работу уже более года назад, с апреля прошлого года. И со многими коллегами у нас сложились очень теплые отношения. Некоторые у нас были и по три, по четыре раза. И очень приятно, что вот складывается некий такой клуб собирателей истории. И приятно, что мы воплотили опыт музейщиков Сталинграда, которые собирали вещи истории непосредственно за нашими наступающими войсками. В общем-то, сейчас так и происходило. Уже собрано более 14 тысяч музейных предметов. Они сейчас, скажем так, собирателем и хранилищем является музей-заповедник Волоградский Сталинградская битва. Ну а мы продолжаем эту работу. И уже мы видим результаты. Есть несколько выставок на базе этих экспонатов проведены. Ну а мы эту работу все равно продолжаем. И также вот тут надо коснуться... В прошлом году, 4 ноября, была встреча президента Российской Федерации с историками. И по итогам этой встречи было сделано поручение президента о мониторинге музейных учреждений на территории Новороссии. Могу сказать, что благодаря помощи участников межмузейной группы и непосредственно Российского исторического общества, потому что автомобиль, который был нам передан в качестве ценного ресурса, первый этап мы завершили. То есть все 36 музеев нашей Луганской республики мы посетили, провели описание, выявили проблемы. И сейчас второй этап мы будем уже делать концепцию, чтобы дальше понимать, как подходить к этой работе, кому срочная помощь необходима, где достаточно обновления экспозиции. Ну, также есть, конечно, и некоторые потери. То есть вот из 36 музеев сюда не входят два музея. Ну, значит, город Попасное, он был просто уничтожен в ходе боев уличных, и сам музей сильно пострадал. Ну, по последним данным, там, скорее всего, было и прямое попадание, то есть, возможно, он утрачен. Мы в нем были в прошлом году, некоторые крохи смогли спасти. И сейчас под вопросом музея в городе Лисичанске, пока его судьба достаточно неясна, потому что город находится вблизи фронта, там буквально 15 километров, и, соответственно, подвергается обстрелами. Также хотел отметить музеи районные, это город Кремена и город Сватово. Вот эти люди находятся именно на передовой. В Кременной экскурсии проводят для военных, когда город подвергается обстрелами, причем артиллерией. И тут тоже был неприятный момент, когда мы были в Сватово. Тут какой сюжет всплыл, что органы прокуратуры приехали в музей и изъяли предмузейные предметы, которые представляют... Ну, вот каждый музей на нашей освожженной территории, там были музеи АТО, так называемые. Вот часть этих экспонатов прокуратура изъяла. Я считаю, что это не очень здоровая тенденция, и как бы надо вот этот вопрос проработать. Я сейчас запросил подробности, но мне кажется, что мы просто теряем вот этот пласт истории. В ходе работы межмузейной группы мы активно собираем литературу, именно украинскую, именно украинские учебники, чтобы в дальнейшем, я считаю, это нужно делать проект, который по изучению вот этой литературы и выработки нашей контрпропаганды. Потому что мало того, что рассказывать, как они пишут, как у древних укров и выкопали Чёрное море, а другое дело, когда мы покажем этот учебник, и вот здесь чётко всё написано с ссылками. Это несколько другое. Ну, я считаю, что мы эту работу будем продолжать при вашей активной поддержке. Поэтому спасибо вам за помощь. Спасибо. Артём Владимирович, спасибо большое вам и за помощь, и за ту большую работу в очень непростых условиях. Спасибо за мужество и передайте привет и наше восхищение всем луганчанам. Спасибо. Попрошу выступить Вячеслава Викторовича Приятелева, ректора Вологодского государственного университета, председателя Совета отделения Российского исторического общества в Вологодской области. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые участники Высокого собрания, в первую очередь разрешите мне передать искренние слова благодарности за сотрудничество от членов Совета Вологодского регионального отделения Российского исторического общества. Поблагодарить вас, уважаемый Сергей Евгеньевич, членов правления, за ту конструктивную и продуктивную работу, которая сегодня выстраивается с региональными отделениями Российского исторического общества. Она, бесспорно, сегодня является и идеологической, и методической, и организационной платформой для работы региональных отделений. Уверен, что всем региональным отделениям очень важно участвовать в тех мероприятиях, которые относятся сегодня к важной федеральной повестке. Для нас, например, крайне важно было весь этот год посвятить сотрудничеству и участию в обсуждении и разработке главного документа для высшего образования. Это концепция преподавания истории России на неисторических специальностях и направлениях подготовки. В этой работе участвовали представители регионального отделения, представляющие два ведущих вуза Вологодской области. И в целом мы удовлетворены нашим участием в этой большой и масштабной работе. Также хотелось бы поблагодарить фонд «История Отечества», экспертов фонда, за поддержку тех проектов, которые были представлены на конкурсе от Вологодчины. Мы получили поддержку нашего издательского проекта, который был подготовлен учеными и исследователями Вологодского государственного университета. Это публикация эпистолярного наследия семьи великоустерских купцов Булдаковых. Уверен, что в преддверии празднования в следующем году 225-летия создания российско-американской компании – это очень важный источник для получения исторических знаний в этой сфере. Также грант фонда «История Отечества» получил проект развития молодежно-археологической школы Череповецкого государственного университета. Подобный формат мероприятий позволяет нам выстраивать широкое взаимодействие с нашими партнерами в регионе, особенно это касается масштабных просветительских мероприятий, направленных в том числе на популяризацию исторических знаний. В Вологде в этом году был проведен фестиваль исторического документального кино «Страницы российской истории». За два дня документальные фильмы посетили и посмотрели более тысячи участников этого кинофестиваля. Фестиваль стал настолько знаковым событием, что в обществе сложился практически запрос Сергея Евгеньевича на то, чтобы этот фестиваль в нашем городе стал регулярным. И мы обязательно этот запрос в Вологжан удовлетворим и в следующем году эту традицию продолжим. В начале июня на площадке Вологодского государственного университета открылась выставка «Обыкновенный нацизм». Только за первую неделю эту выставку посетило 12 организованных групп, и эта работа будет продолжаться до конца июня месяца. Оценить или переоценить значение этой выставки для Вологжан практически невозможно. Она для нас является источником моральной поддержки, моральных сил. Вологжан является одним из регионов, которые активно поддерживают участников специальной военной операции, членов их семей. И сегодня, в первую очередь, люди, которые активно включены в эту работу, черпают для себя источники моральной поддержки, находят силы. Ну и, собственно говоря, эта выставка позволяет нам вовлекать в эту деятельность все новых и новых участников этой работы. Нам очень приятно рассказать, поделиться с уважаемыми коллегами, то, что сегодня мы выходим за рамки сотрудничества только с органами власти. Мы активно сотрудничаем с учреждениями образования, культуры, бизнесом, некоммерческими организациями. В частности, во взаимодействии с Общественной палатой Вологодской области активно занимаемся поддержкой общественных инициатив и проектов, связанных с патриотическим воспитанием и историческим просвещением. Если практически одну цифру привести в качестве подтверждения этой работы, за прошлый 2022 год грантовую поддержку из фонда президентских грантов получили 148 проектов некоммерческих организаций, представляющих Вологодскую область. Каждый шестой из этих проектов – это проекты, как раз связанные с патриотическим воспитанием и историческим просвещением. Считаю, что это важная часть работы, которую нужно продолжать дальше. И, пользуясь этим опытом, региональное отделение Российского исторического общества также получает грантовую поддержку. В частности, на средства гранта Росмолодежи в этом году мы провели второй региональный съезд учителей истории и обществознания. На средства гранта правительства Вологодской области мы реализовали проект «Герои Вологодщины», в котором участвовали школьники из 18 школ из самых разных уголков Вологодской области. Этот проект стал настолько популярным, что губернатор Вологодской области Александр Кувшинников выступил с инициативой, и в Вологодской области с следующего года в школах появится специальный учебный курс «Герои Вологодщины». Уже подготовлено учебное пособие силами участников нашего регионального отделения. Также в этом году у нас новый проект – это региональный исторический календарь. Наши партнеры – образовательные учреждения, учреждения культуры. Вместе со специалистами и экспертами мы готовим видеоролики календарную историческую ленту, и направляем эти материалы, которые сегодня размещаются в открытом доступе на самых разных информационных носителях. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, перечислять мероприятие можно было бы бесконечно. Самое главное, что работа продолжается. Я уверен, что та тематика перечень актуальных тем, которые предложены сегодня коллегам для обсуждения, они, во-первых, не вызывают сомнения в актуальности, во-вторых, каждый исследователь, занимающийся региональными исследованиями, найдёт своё место и роль в этой тематике. Спасибо большое за поддержку и взаимодействие. Спасибо. Спасибо, Вячеслав Игоревич. Вот на примере двух региональных отделений Российского исторического общества видно, какая большая работа идёт в регионах, и я очень благодарен энтузиастам, которые ведут эту работу. И ещё раз с удовольствием хочу подчеркнуть, что вот та волна, которая была возбуждена Российским историческим обществом, она распространяется по всей стране, по всем регионам нашей большой России. Спасибо. Уважаемые коллеги, всегда при подготовке очередного годового собрания Российского исторического общества мы исходили из того, что собрание должно быть, во-первых, содержательным, а во-вторых, неутомительным. В этой связи у нас ещё только два запланированных выступления и небольшая организационно-торжественная часть, поэтому прошу набраться терпения. Итак, попрошу выступить Алексея Владимировича Сиренова, директора Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, члена управления Российского исторического общества. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, я хочу привлечь ваше внимание к проекту Российского исторического общества, который связан с проблемой цифровизации архивных фондов и с проблемой привлечения искусственного интеллекта к этой важной проблеме. С 2019 года по настоящее время, по инициативе Российского исторического общества, с привлечением специалистов Сбера, проводится проект по разработке системы машинного чтения автографов Петра I, программа, которая получила название «Диджитал Петр». Петр I обладал трудночитаемым почерком, и к юбилею Великого Императора был задуман этот проект, задуман и успешно реализован. И в настоящее время этот проект существенно помогает исследователям для подготовки академического издания «Писем и бумаг Петра Великого», издание, которое с конца XIX века осуществляется, но до настоящего времени дошло только примерно до половины издания объема письменного наследия Петра I. В настоящее время есть планы по расширению круга источников, в отношении которых разрабатывается программа их машинного чтения, причем как вглубь эпох до скорописи XVI-XVII века, так и для более позднего времени для чтения почерков выдающихся исторических деятелей XVIII, XIX и XX веков. И есть все основания считать, что работа эта будет успешной. 22 марта 2023 года в Российском историческом обществе состоялся круглый стол цифровизации письменного наследия России, проблемы и перспективы, где были доклады, посвященные проекту «Диджитал Петр», а также аналогичным проектам, которые реализуются в других научными силами других научных учреждений России. А именно в Институте монголоведения, буддологии и тибетологии с сибирского отделения РАН в сотрудничестве с Новосибирским университетом был реализован проект машинного чтения тибетских рукописей. А в Центре письменного и музыкального наследия Института языка, литературы и искусства Академии наук Республики Татарстан аналогичный проект машинного чтения арабографичных текстов. Эти проекты тоже реализовываются успешно, и в настоящее время, на мой взгляд, существует проблема объединения всех наших сил по реализации проектов привлечения искусственного интеллекта для оцифровки архивных фондов и архивного наследия Российской Федерации разных культур, разных языков, разного времени. Это масштабный проект, который сейчас является актуальным в связи с той работой по оцифровке документов архивного фонда Российской Федерации, которая ведется Минцифрой Российской Федерации совместно с Росархивом и Российской Академией наук в рамках поручения президента Российской Федерации. Но эта проблема большая, и, на мой взгляд, по плечу она только российскому историческому обществу. Спасибо. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Уважаемые коллеги, как было сказано, целый ряд проектов, в том числе и крупных проектов, Российское историческое общество реализует вместе с такой деятельной поддержкой наших крупных и не очень крупных российских компаний. Вот сейчас я хотел бы предоставить слово одному из руководителей компании, правда, очень крупной, самой крупной в стране компании – это российские железные дороги. Слово Юрию Дмитриевичу Нагорну. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые участники собрания, одно из основных направлений работы и миссия российского исторического общества – сохранение исторической правды. В текущих условиях мы с вами видим, насколько это важно. РИО ведет огромную работу по объединению усилий общества, государства, ученых, педагогов, работников архивов, музеев, деятелей культуры и искусства, журналистов, а также предприятий нашей страны в области формирования общероссийской исторической культуры, изучения, освещения и популяризации исторической науки. Для ООО РЖД честь вносить вклад в эту деятельность, и компания в партнерстве с Российским историческим обществом осуществляет в настоящее время работу по нескольким направлениям. Наиболее длительный проект, реализуемый на данный момент, «Исторический багаж». Этот проект родился в 2018 году в ходе исполнения поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о реализации историко-председательных проектов на объектах железнодорожного транспорта. Начать реализацию проекта на вокзалах было решено с важнейшего, с исторической точки зрения железнодорожного направления Санкт-Петербург-Москва. Именно оно положило начало созданию железнодорожной сети общегосударственного значения. Успешная реализация этого этапа показала, насколько перспективным и востребованным может быть проект. По итогам четырех лет реализации проекта можно с уверенностью сказать, что проект вырос в масштабное исследование истории России в контексте развития ее регионов. Подразделения Российского исторического общества в многочисленных регионах нашей страны готовят исторические материалы для проекта. Институт российской истории РАН обеспечивает редактуру и экспертизу материалов, а РЖД отвечает за создание и размещение экспозиции и визуальных носителей проекта на пассажирской инфраструктуре. В 2019 году, в честь 45-летия начала строительства Байкала-Амурской магистрали, мы разместили экспозицию на Ярославском вокзале Москвы, откуда уходил первый поезд со студенческими строительными отрядами на строительство БАМа и на пяти вокзалах БАМа. К настоящему времени экспозиции установлены более чем в 140 городах России, в двух городах Белоруссии, охвачены города герои, города воинской славы, ряд городов трудовой доблести, а также исторически значимые города, такие как Великий Новгород, Псков, Чита и другие. Целевыми показателями, характеризующими достижение национальных целей к 2030 году, в соответствии с указом президента о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года, планируется устанавливать по 50-60 экспозиций ежегодно с общим охватом до 2030 года 602 вокзала России. Помимо работы в рамках проекта «Исторический багаж» РЖД, также ежегодно поддерживает мероприятия, организуемые историческим обществом. В рамках Восточного экономического форума при поддержке компании были реализованы такие мероприятия, как Международная конференция, «Исторические и современные тренды развития отношений России и Монголии» на встречу с 100-летнему юбилею в 2021 году и выставка и международная конференция, посвященная преподаванию историю в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках Восточного экономического форума 2022 года. Начиная с 2021 года, при поддержке компании проходят также, мы считаем, крайне важные для нашей страны «Всероссийский конкурс краеведов». В 2023 году запланировали и текущую поддержку данных мероприятий. Нельзя обойти вниманием и другую деятельность компании в части сохранения исторического наследия. Одним из интереснейших исторических проектов стал проект «Павловский вокзал». История Павловского вокзала неразрывно связана с историей железных дорог России. Спустя год после торжественного открытия в 1837 году движения первой в России железной дороги в Санкт-Петербург, Царское село, участок был продлен до Павловска, где было возведено концертное здание, именуемое вокзалом, которое в следующие сто лет служило одним из центров культурной жизни России. Именно поэтому к 185-летию российских железных дорог, которые мы отмечали в 1922 году, был снят фильм «Павловский вокзал». В настоящее время Советом директоров ООО РЖД принято решение о восстановлении исторического Павловского вокзала, который, к сожалению, был утрачен во время Великой Отечественной войны. В этом году мы уже приступили к работам по проектированию. Компания ведет проработку создания единого музейно-туристического кластера на базе Витебского вокзала, старейшего на сети, расположенного на месте самого первого российского вокзала и будущего восстановленного вокзала в Павловске. В рамках Петербургского международного экономического форума в 1923 году компания представила специально созданный фильм «Путешествие из Санкт-Петербурга в Царское село». Создание Царскосельской железной дороги, первой в России железнодорожной линии, оказало колоссальное влияние на отечественную промышленность и экономику, но всегда изменило судьбу страны. Транссибирская магистраль, связавшая Европу и Азию и проложенная в XX веке Байкало-Амурская магистраль, продолжили славную традицию реализации амбициозных инфраструктурных проектов. И сегодня мы продолжаем эту работу в соответствии с указом и поручением президента Российской Федерации осуществляется масштабная реконструкция Восточного полигона БАМа и Транссиба. Безусловно, одной из важнейших век в истории нашей страны является Великая Отечественная война. С 19 января 2023 года в Музее железных дорог России в Санкт-Петербурге открыта выставка «Артерии Победы», посвященная 80-летию прорыва блокады Ленинграда и открытия движения по железной дороге Шлиссельбург-Поляны. В историю эта дорога вошла как дорога Победы. Выставка рассказывает о героической оборудии Ленинграда, одной из наиболее трагических страниц в нашей отечественной истории. И создание этой дороги, к сожалению, тоже многие об этом не знают, что 33 километра, проложенные в основном детьми и женщинами блокадного Ленинграда, практически за полтора месяца смогли обеспечить основной приток грузов, военных, гражданских, продовольствий и вывоз из Ленинграда детей, больных людей. И во многом именно дорога Победы обеспечила в последующем полное снятие блокады. В 2022 году впервые российскими железными дорогами по инициативе Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации и Совета Республики, Национального собрания Республики Беларусь был реализован патриотическо-культурный и образовательный проект «Поиск памяти». Проект направлен на объединение молодежи двух стран, формирование уважительного отношения и понимание значимости героических подвигов наших дедов и прадедов, знакомства с культурой и традициями государства. В рамках проекта 200 финалистов детей-победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» из 85 субъектов Российской Федерации и 100 победителей конкурса по тематике Великой Отечественной войны из шести областей Республики Беларусь проехали на специальном поезде по 15 городам обоих государств, в которых их ждала образовательная программа, памятные мемориальные и культурно-просветительные мероприятия. Реализация второго этапа сезона начнется уже сегодня, а 22 июня в 4 часа утра уже дети, представляющие 4 государства, Россию, Белоруссию, Армению и Киргизстан, примут участие в мероприятиях в Брестской крепости. Продолжается работа по движению и поезда победы, первой в мире иммерсивной инсталляции, размещенной в движущемся составе поезда и реализованной РЖД совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Администрацией президента. Музей «Поезд победы» – сплав традиций и новаторства, сочетания современных технологий, исторической правды и неподдельных эмоций. Это своеобразная машина времени, с помощью которой посетители погружаются в прошлое и железнодорожный состав несет их по дорогам войны через испытания и потери к победе. И в заключении хотел бы несколько слов сказать о юбилее Байкало-Амурской магистрали, масштабном проекте, затрагивающем различные направления, в том числе, конечно, историческое. Согласно указу президента Российской Федерации от 3 марта 2023 года РЖД проводит большую работу в рамках подготовки к празднованию в 2024 году 50-летие с момента начала строительства Байкало-Амурской магистрали, проекта, в котором непосредственно приняли участие более 2 миллионов жителей Советского Союза. Все 15 союзных республик принимали участие в строительстве. Мы разработали специальный интернет-портал БАМ-50 как единый интерактивный ресурс о наследии и истории Байкало-Амурской магистрали. Его главная цель – восстановить имена людей, которые были причастны к стройке века, и рассказать современным поколениям, и, конечно, и будущим, о важности и значимости великой страницы истории нашей страны. Спасибо за внимание. Юрий Ильич, большое спасибо и за выступление, а главное, за огромную работу, которую проводят российские железные дороги в таких проектах. Мне представляется, что участие нашего российского бизнеса, российских предприятий в таких проектах важно, конечно же, и с точки зрения исторического просвещения, но важно и для руководства, и для сотрудников самих компаний. Вы начинаете ощущать свою ответственность не только за результаты бизнеса, но и за более высокое, за духовное развитие общества, за формирование национального самосознания. Это тоже очень важно, верно? Спасибо. Коллеги, мы, если вы не против, завершаем вот этот главный вопрос нашего собрания, вопрос об актуальных вопросах исторического просвещения. И, как я и говорил, нам осталось обсудить небольшой организационный вопрос и совсем маленькую торжественную часть. Я приглашаю к трибуне Руслана Григорьевича Гакова, временно исполняющего обязанности председателя правления российского исторического общества. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, нам предстоит утвердить сегодня сразу ряд важных организационных вопросов. Сергей Евгеньевич, разрешите доложить коротко сразу по всем пунктам. Пожалуйста. Всем участникам общего собрания роздан перечень приоритетных тем на 2024-2025 год. Это предложение номер один, традиционно составленное на основе предложений членов Президиума и Совета Российского исторического общества, а также Советов региональных отделений. По сравнению с предыдущим годом их количество увеличилось на треть. Всего 121 тема, без учета общеисторических тем. Просил бы поддержать этот список. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы при этом должны понимать, что этот список не догма. В процессе работы могут появиться и иные темы. Конечно же, мы обсудим это и тогда включим нашу работу дополнительно. А пока я предлагаю принять. Нет возражений. Принимается. Дальше. Следующий вопрос касается состава руководящих органов Российского исторического общества. Приложение 2. Спасибо. Спасибо. Разрешите мне выступить по этому вопросу. Уважаемые коллеги, вот уже в течение полугода Руслан Григорьевич Гаккуев возглавляет правление Российского исторического общества на правах исполняющего обязанности. Кроме того, что Руслан Григорьевич профессиональный историк, грамотный историк, он за эти полгода проявил себя и как очень такой грамотный, активный, профессиональный организатор. В этой связи я предлагаю утвердить Руслана Григорьевича в должности председателя правления, убрать вот эту приставку ИО, ну и по сложившейся традиции ввести председателя правления в состав президиума Российского исторического общества. Нет возражений? Нет. Принимается. Руслан Григорьевич, поздравляем вас. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Спасибо, уважаемые коллеги. У вас стремительная профессиональная карьера. Спасибо. Так, и второй вопрос здесь же, да? Кроме того, уважаемые коллеги, сегодня я уже, наверное, это отметил, что за полгода работы Константина Ильича Могилевского на посту заместителя министра высшего образования и науки такое вот взаимодействие между РИО и министерством существенно улучшилось, так сказать, поднялось на такой, на новый уровень. И в этом, конечно, большая заслуга Константина Ильича, ну и вообще его большая заслуга в деятельности Российского исторического общества фонда истории Отечества вот за истекшие 10 лет. В этой связи я предлагаю и прошу поддержать мое предложение и избрать Константина Ильича заместителем, простите, сопредседателем Российского исторического общества. Это предложение поддержано и министром Валерий Николаевичем Фальковым, поэтому, уважаемые коллеги, прошу вашей поддержки. Продерживаем. Константин Ильич, поздравляем. Спасибо. Руслан Георгиевич, дальше. Изменения также предлагается внести в состав Совета общества. В порядке плановой ротации предлагается вывести из его состава Клемешева Андрея Павловича, Трегулову, Зельфирову Исмаиловну, Фоминанилова Дениса Валерьевича, а также ввести в состав Совета Российского исторического общества Крадина Николая Николаевича, Лубкова Алексея Владимировича, Орлова Степана Владимировича, Пономарёву Марии Александровну и Юрасова Андрея Викторовича. Предлагается утвердить такой состав Совета. Коллеги, ротация – это здоровый процесс, в этом нет никакой интриги, нет возрождений. Принимается дальше. Приложение 3 и 4 касается новых редакций положения о порядке в приёме, приёма в Российское историческое общество и положение об отделениях. Проекты розаны участникам заседания, в них внесены юридико-технические правки, документы приведены в соответствие с действующим законодательством. Предлагается их утвердить. Нет возражений. Принимается. Дальше. В приложениях 5 и 6 розанных участников общего собрания материалов содержится предложение по принятию в состав Российского исторического общества физических и юридических лиц. К принятию предлагается 91 физическое лицо. Вместе с ними общий состав Российского исторического общества составит физических членов 647 человек. К принятию предлагается также 5 юридических лиц. Вместе с ними будет 130 юрлиц. Ещё ряд организаций, которые направили материалы для вхождения в состав общества, это ООО «Аква-36», ООНО «Агентство поддержки государственных инициатив», журнал «Юный патриот» и «Центр инновационного образования и воспитания» предлагается пока воздержаться на данном этапе от их принятия в состав общества. В случае наличия хороших проектов у данных организаций принять участие и в случае необходимости вернуться к этому вопросу в будущем году. Предлагается утвердить новый состав юридических и физических членов. Нет возражений, коллеги. Примимаем, спасибо. Дальше. И последний вопрос. В приложении номер 7 также содержится предложение по созданию региональных отделений и представительства Российского исторического общества и кандидатур на пост в председатель Совета отделений. Предлагается создать отделение в Воронежской области в председатель Совета отделений Минаков Аркадий Юрьевич, директор зональной научной библиотеки Воронежского госуниверситета, в Курской области, в председатель совета отделений Конорева Ирина Александровна, декан исторического факультета Курского госуниверситета. В Пермском крае представитель совета отделения Черных Александр Васильевич, директор Института гуманитарных исследований Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН. В Томской области представитель совета отделения Вуков Евгений Викторович, проректор по образовательной деятельности Томского госуниверситета. Также предлагается создать представительство российского исторического общества в Республике Абхазия Председатель Бжания Милана Геннадьевна, советник министра культуры Республики Абхазия, а также предлагается утвердить кандидатуру нового представителя совета отделения Волгоградской области Дементьева Алексея Владимировича, директора музея-заповедника «Сталинградская битва». Предлагается утвердить. Коллеги, нет возражений? Утверждаем. Спасибо. Спасибо. Коллеги, ну и, наконец, завершающий вопрос повестки нашего собрания, очень важный, он называется «Награждение». Прошу. От Российского исторического общества. Большой золотой медалью Российского исторического общества награждается Деревянко Анатолий Пантелеевич, сопредседатель Российского исторического общества, научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, академик РАН. Большой серебряной медалью Российского исторического общества награждаются Юрий Александрович Петров, член Президиума Российского исторического общества, директор Института российской истории Российской академии наук. Артем Владимирович Рубченко, председатель Совета отделения Российского исторического общества в Луганской народной республике, директор Луганского краеведческого музея. Михаил Ефимович Швыдкой, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые коллеги, на этом очередное годовое собрание Российского исторического общества, свою работу завершило. Я благодарю всех участников сегодняшнего собрания. Здесь собрались, ну, так сказать, лучшие из лучших, да, свет и российской науки. Я очень благодарен моим коллегам и друзьям, депутатам Государственной Думы, членам правительства Российской Федерации, членам московского правительства, журналистам, руководителям академических институтов, университетов, библиотек, государственных архивов. Российское историческое общество вступило во второе десятилетие своей жизни. Мы вступили во второе десяток лет такими уже окрепшими, солидными, ну и довольно авторитетными, но скромными. Продолжим работу и следующие и 10, и 20, и 30 лет. Спасибо всем. Спасибо.